Вдруг выяснилось, что кроме Чехии, Германия имела формулу так называемого новичка. Оказывается, в 90-е годы был образец, передан был в лабораторию в Швецию, отправили для проведения анализа, так что еще и в Швеции это было, и в Чехии производило, и в НАТО это производили. Говорят, что вы к нам пристали тогда, скрипали, не скрипали? Теперь уже появляется какая-то нехорошая тема, тема провокаций тяжелой. В Европе разрыв диалога с Америкой по Ирану. Европейцы уперлись, не хотят терять денег, категорически не хотят выходить из ядерной сделки, боятся, да и не хотят. Ну, в конце концов, Трамп вышел 8 мая. Ну, мы рады за него. 8 мая у них на Западе считается днем победы. Видимо, Трамп так символично решил выйти. Имеет право. И победить. А Франция, Германия, Британия не хотят выйти. Ну, не хотят. Они, во-первых, идиотами себя будут чувствовать. Во-вторых, гигантские деньги вложены в Иран. В-третьих, гигантские деньги ожидают получения прибыли от Ирана. А в-четвертых, да, Европа зависит от американских действий. Очень важно для Европы финансовая система Америки, рынок Америки. Вопрос. А для Америки не важна финансовая система Европы, рынок Европы? Для американских корпораций? Я помню, они на Volkswagen тут санкции накладывали. За что-то там с дизелем было связано. А как там Google и Amazon тут же получили? Какой апперкот? А европейцы оскаливаться умеют не так громко, как Трамп, но не менее укусить болезненно могут. Причем, кусать будут американцев за самое, что ни на есть чувствительные части. За высокие технологии силиконовой долины. Silicon Valley умеет своих отстаивать. Так что тут еще большой вопрос. Тут идет речь уже о том, что вполне возможно нефтянку на евро переведут. А почему нет? Торговля с Ираном нефтью в евро через европейские банковские системы. В конце концов, SWIFT. Он в Брюсселе, по-моему, расположен. Так еще большой вопрос. Чего тогда будет, если уж с европейцами пособачиться со статусом доллара, как резервной валюты? А он не такой давний исторический. Ну, мало ли, какие валюты были мировыми. А кто сказал, что доллар вечен? Да нет. У Трампа ведь есть 3 месяца, 90 дней, пока он будет размышлять и думать, и давить на европейцев. Только европейцы прекрасно знают, что есть эти 90 дней, и совершенно не готовы сдаваться без боя. У нас вообще примитивная, достаточно политология говорит о каких-то убеждениях, как правило, политолога, а вовсе не о фактах. Ну, есть такая система. Всесторонний анализ провести, понять, что происходит. В этом плане вчерашний эфир, вот на экране был Дмитрий Саймс у Соловьева, был очень показателен редкостной, очень редкой попыткой для русскоязычного человека, ну, пусть американского политолога, очень хорошего, провести некий объективный анализ. Более того, мы вечно абсолютно голословно и пустобрюхисто начинаем говорить у себя, да есть у нас рычаги влияния на Штаты, да нет у нас рычагов влияния на Штаты и быть не может. Вообще гипс снимают, клиенты уезжают, ужас-ужас, если мы, Станкевич, Надежда, и вдруг. Дмитрий Саймс, американский политолог, говорит, ребята, да, конечно, это вызовет реакцию, но у вас есть длинный список мер воздействия на Соединенные Штаты, которые я лично понимаю, но, конечно, рассказывать про него не буду, просто потому что я все-таки американский гражданин. Интересно. У нас тоже есть длинный список этих мер, может быть, и тех, которые у Сэмса-то нет. Но опять рассказывать в эфире-то, к сожалению, ни в теле, ни в радио, ну, как-то неправильно. Чего же пустобрюшеством заниматься, озвучивая заранее конкретику, потому что, ну, если ты видишь дыру в обороне противника, не надо рассказывать, где она, он же ее зашьет. Помните, в «Хоббите» у дракона одна чешуя только отслоилась, и грохнули дракона. Это так вот, сказка такая, «Хоббит» Рональда Руэлла Толкиена, совершенно замечательного профессора и писателя, книги которого нам известны сегодня больше по фильмам. «Хоббит», «Властелин колец». У дракона может быть даже одна чешуйка, дырочка, а ты ее найди и с ней работай. Ну, у нас пока другая стезя. Мы в основном рассказываем сами себе, успокаивая себя, устами наших политологов и как бы дипломатов, и как бы переговорщиков, что не все потеряно, наш диалог с ними вот, наверное, сейчас возобновится, даже не задавая себе вопрос, а нам надо, чтобы он возобновился. Может, надо переждать? Может, надо ввести партнера в состояние неуправляемого изумления на тему того, что он сейчас, ну что русские, просились-просились на аудиенцию и вдруг затихли. Пыжились-пыжились на тему встречи, долбили-долбили и вдруг перестали. Может, тут надо быстренько разведать что-то у них и как-то попытаться, наоборот, наладить контакты. Но мы не умеем играть. Мы не умеем действовать, как на Восточном базаре, когда ты поднимаешь ставки, а ты готов спустить цену на этот халат или ичиги в пять раз. Ну вот, кто был в Турции, тот знает. Тот торговался за кожаную куртку, кто был в Греции, торговался за шубу. И ты понимаешь, что если ты торгуешься, ну, может, ты сразу согласился на предложение, ну, хотя бы в два раза сбей. Тут уж как... Есть возможность ведь, да? У меня была жена моего шофера, Улечка Цветкова, которая торговалась так, что турки умоляли ее со слезами на глазах уйти. Потому что она вот чуть не бесплатно уносила с очень хорошей фигуркой блондинка, веселая до невозможности, очень агрессивная в торге. Она могла переходить от включения обояшка-обояшка к бурным слезам или, пожалуй, плечами вообще ушла. Она турками вертела, как хотела. Но надо так работать. Умеет работать с американцами, не с турками эмоциональными, а если ты так не умеешь работать, а что ты с ними переговоры ведешь? О чем? Ну, тогда мы же привыкли, что все в одну цену, государственно. Привыкли? Привыкли. Я помню, я в строит ряде венгерского. Но так удивляло, что на... Не то, что ширпотреб, там и товары, типа джинсов, на молоко разные цены. Как это может быть? У нас на молоко, на кефир, на колбасу, все были... 2,20 колбаса, 2,30 хорошая колбаса, там 3,20 сыр, помню до сих пор какие-то вещи, там колбасный сыр, ливерная колбаса дешевле. И вдруг мы в Будапешт приезжаем, а цены разные. А мы не понимаем этого. Мы вообще... Не учали. Но так уже четверть века прошла со времен, когда советская система ценообразования у нас кончилась. На рынок пойди тогда. Там, по крайней мере, торгуются по цене. Можешь за помидоры там оторвать, опустив на какое-то количество рубликов, а раньше и копеек, да? Тебе помидор дают по 8 копеек, а ты ему вспоминаешь, как в Одессе в годы моего детства, что он 3 стоил в том сезоне. Ладно, по 4 сговоритесь. Как мы это потеряли в общении с американцами? Кто у нас монополизировал вот это все? И, собственно говоря, возникает ощущение. А они же не для того общаются, чтобы подешевле и покачественней купить и в дом принести. Они зачем-то другим это все делают. И даже возникает ощущение, зачем другим они это все делают. Может, у них мясо отдельно, а котик отдельно? Знаете, мухи отдельно от котлет? Может, они ведут нечто, а у них бизнес прирастает, их личный, где-то в другом месте? Нет? Скорее всего. Возникает ощущение. Есть такое ощущение. Сильное. И вот тогда, да, если видно, на чем ты зарабатываешь-воруешь, а что с тобой вести серьезные переговоры? Надо нажать на твою слабую струну. Ну, собственно говоря, и вперед. А видно, что есть. Но, может, надо менять этих ребят? Как мы вчера долго рассказывали товарищам, которые вот скоро поедут на Дартморскую конференцию. Там замечательные ребята, профессора многие. Че толк-то? Это все включалось же в другую эпоху. И о чем они там договорятся? Не дай бог, чтобы они договорились. Они договорятся, подпишут все, что надо, а нам потом выполнять? Спасибо, ребята, большое. Вот как-то так. Вернемся. Скоро у нас новости, через пять минут. Но, тем не менее, к теме, которую я затронул с утра с Владимиром Рудольфовичем, совершенно неожиданно для самого себя. Многие, наверное, этот эфир не слышали. И давайте мы все-таки ее осветим еще и в дневном эфире. Это важно. Если помните, ну, было у нас перед майскими, по-моему, праздниками, некоторый эфир в четверг, по-моему, последний перед майскими праздниками, когда произошел у нас шум и некоторая легкая ругань и смятение духа и обмен крайними колкостями с Анной Борисовной. И ревели мы с Владимиром Рудольфовичем как две белуги. На тему выдворения из нашей страны девочки, студентки, медицинского из Нижнего Новгорода, где она училась, а родом девочка была и до сих пор остается из Зимбабвы. Обвинили ее не более не менее как в миссионерстве. Выясняется сегодня, после майских праздников, что театр абсурда продолжается. Там у них, вообще-то, порядка 150 студентов-африканцев. Они в основном протестанты. Ну, Африка это в основном либо протестантская, либо католическая церковь. На юге, вообще, где были англичане, зная их отношение к католикам, там, конечно, распространился протестантизм, распространился самого разного типа. Они христиане, но они протестанты. Все понятно, нормально. Англичане, почему они православие, что ли, должны у себя в колониях распространять? Ну, вроде бы, нет. От них этого никто не ожидал. Русских колоний в Африке не было. Там, где были русские, в Азии, в Китае, в Корее, там православие осталось до сих пор. В Японии есть православие. Понятно, мы там были. В Латинской Америке есть через белые мигрантов, через эмигрантов трудовой волны дореволюционных. А в Африке протестанты. С одной стороны. С другой. Это же не колонии, свободные государства. И Советский Союз потратил огромные деньги и огромные усилия. И десятки лет работы с тем, чтобы быстренько вышибать оттуда англичан, французов с колоний, португальцев, если вспоминать, Анголу и Мозамбик. Там как раз католичество. И на этом месте развивать отношения с этими самыми государствами. Из чего мы только оттуда не получили возможность реализовывать алмазные проекты, и нефтяные проекты, вспоминая Анголу, и металлургические, с редкоземом, с чем угодно. Ну, сырьевые страны, кладовка мировая. Наш госрезерв полны были, набиты, залы целы, чем только не были, со всего мира. Потому что это была цель, чтобы страна имела стратегические запасы всего, и чего в ней нет, и на будущую войну. Куда оно делось? И кто попал в список Форбс с этим, это отдельная тема. А есть те, кто попал, да? Здрасьте. С этим делом совсем, да. А вот прямо у нас в двух тысяч... Нет, фамилии называть не буду. Не будем. Список Форбс у нас есть, желающие могут посмотреть, желающие могут оценить и понять, что вопрос, где оно, богатство Родины, оно там. Этих людей сотни. У нас количество миллиардеров, о, какое серьезное. И растаскивание активов страны, накопленных за десятилетия до того, ну, не счесть алмазов в каменных пещерах. Ну, понятно, я прекрасно знаю, кто Гохран там по алмазам разворовывал, кто что пол... Очень хорошо помню. Там были и министры, и многие люди. Госрезерв — это такая контора. Ну, как есть. Но на самом деле, усилиями людей из Россотрудничества и многих людей из МИДа в отвратительном местном климате, с тяжелой атмосферой разгромленной страны, которая больше не сверхдержава и не может миллиардами и миллиардами и горами оружия поддерживать статус, который был у СССР, но было многое сохранено. И частью этого являются программы обучения в наших вузах, по крайней мере, в тех, которые еще остались вузами, местных студентов, в том числе из Африки. Потому что, ну, мы много чего потеряли. Но если и это потеряем, то у нас вообще-то мостики сузятся до размеров одного Ибрагима Ганнибала, который, конечно, был с африканского рога, только все спорят из Эфиопиона, из Эритреи. И вообще давно было араб Петра Великого, и на этом мостике ну, много чего не построишь. Так что памятники втыкали в африканских столицах. Сейчас Алексей Несахаров и новости. Новости, да. От двух до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским. Маленькая врезка по новостям. Господи, как я люблю Министерство культуры наше. Как здорово, что у нас такие сотрудники, замминистры, такие начальники управления. Я вот не слышал фамилии заместителя министра Аристархова и министра Мединского. А зря. Зря. Там масса интересного. Там много так интересного. Потому что по нашему законодательству министр отвечает за все. Не важно, что это подписывали его замы. Совершенно не важно. Я не предлагаю применять тут меры воздействия китайские. Ну, то есть расстреливать. Но я понимаю, что огромные деньги, которые Министерство культуры кичится, как оно всех спонсирует, прямо корреспондируются с огромными вопросами, которые возникают, потому что то один заместитель министра или начальник управления, ну, вот как-то так попадает, понимаешь, в последствии и попадает, понимаешь, может, по ним специальные враги работают. Госдеп? Навальный, Госдеп, может, они там прямо только из-за этого все, или, может, не только. Но результаты, да, прямо скажем, будут никакие, как всегда. Я эти фамилии уже где-то слышал. Мы эти фамилии уже даже в эфире обсуждали. Ну, посмотрим, куда это все приведет. Да, никуда это не приведет. Редактор субтитров А.Семкин